На просторах Рунета полным-полно различных подборов и топов, нокаутов, сабмишинов, бросков и так далее. Но после моего недолгого поиска я так и не обнаружил ни одного ролика о сокеркиках, очень популярных на боях в Алитудо и на стадии зарождения ММА. Если ты первый, ты первый. От них давным-давно отказались все ведущие промоушены мира, потому что удар ногой по лежачему оппоненту считается жестоким и имеет очень малое отношение к спорту. Так что возможно мое видео понравится не всем, так как в нем есть по-настоящему жесткие кадры и такие же нокауты, которые я и представляю вашему вниманию. Открывает наш хит-парад поединок из далекого 2000 года. Ренату Сабрал, более известный как Бабалу, шел на серии с 9 побед и прибыл на турнир WEF, чтобы сразиться против ветерана-середняка с могучим ударом Брэда Коллера. Первый раунд прошел в стиле двух мастеров-бесконтактников. Удары почти не выбрасывались из албу дел. Брэд весь отрезок пытался провести тейкдаун, но все его попытки были тщетны. При этом колени из клинча отсобрал, а он принимал регулярно. У этого не самого интересного поединка получился просто дикий финал в духе тех самых турниров по валитуду. Рената после спрола нанес всего один удар, тот самый сокер-кик, но Брэда аж подкинуло в воздух, настолько он был жестким. При этом стоит отметить, что Рената был в обуви, потому врачам пришлось поколдовать чуточку подольше. И в итоге Брэд сумел покинуть поле битвы только при помощи своих товарищей. Теперь вспомним поединок зверя Боба Сапа и Козуюки Фуджиты. Это был 2004, время когда Боб не зарабатывал, а дрался, и его рекорд составлял 5-1, при этом он проиграл только Минотавру Нагейри, которого изрядно помучил. Так что в воздухе запахло настоящим богатырем, и Боб был настроен дать прикурить японскому бойцу. Начало боя и тейкдаун от Фуджиты, но красавчик Боб не теряется и пытается скрутить японцу стопу и закончить бой сабмишином. А теперь уже Фуджита пробивает те самые сокери при этом в обуви. Вот такие жесткие правила были в то время. К сожалению, Зверь в этом бою не сумел себя проявить и проиграл на третьей минуте боя. Из следующих пяти боев Боба, он четыре выиграл и один свелк ничьей, так что это был его лучший период в карьере, о котором у меня есть аж два видео, так что оставлю ссылки в описании. В 2005 году в Прайде на турнире Бушидо встретились два середняка Дайут Акаси, который запомнился прежде всего громким апсетом, победив Андерсона Сильву. И бразильский боец, мало кому известный Даниэль Акасио, который тренировался в команде Шута Бокс, хорошо известный своей любовью к футболу и в частности к сокер-кикам. В первом раунде Акасио уже дал понять, что он собирается втоптать японского бойца в канвас, обстреливая того с сокер-киками и стомпами, но шустрый японец воспользовался моментом и притворился рюкзаком Даниэля. Японцу в этом бою досталось за троих, после каждой попытки провести тейкдаун ему в голову летел сокер-кик, ну или на худой конец стомп. И тот факт, что Токаси дошел до второго раунда вызывает большое удивление. На ринге происходила настоящая дичь, и бразилец откровенно избивал Токаси, но рефери в упор не видел происходящего и не останавливал бой, наверняка это был друг Марио Ямасаки. Мучения Токаси закончились, а бразилец повел себя как настоящий отморозок, прыгнув двумя ногами на голову поверженного оппонента, но к счастью промахнулся. Не знаю, насколько сильно повлиял этот бой на карьеру Даю Токаси, но в следующий раз он вышел драться аж спустя два года, и при этом также проиграл нокаутом. В апреле 2005-го Куинтон Джексон принял участие в гран-при средневесов и на первом этапе был просто уничтожен шогуном, который загасиловал как раз таки сокер-киками. Оклемавшись после избиения, Рэмпэйдж вновь вышел на бой, чтобы испытать японского бойца Хиротака Якои по прозвищу Монстр Кун, который проиграл три последних поединка и очень хотел прервать эту серию в бою с Джексоном. На первых же секундах бой перешел в партер, и Джексон, замяв гар, начал гасить соперника амплитудными ударами. Бойцы боролись за позицию с переменным успехом, и на четвертой минуте Джексон сумел занять боковой контроль. Этот финиш получился более гуманным, чем прошлые парочку нокаутов, но судя по тому, как скрутился японский боец, и как долго над ним колдовали врачи, этого ему хватило даже с лихвой. Пятая минута и жесткий финиш от Рэмпэйджа, а мы двигаемся дальше. Настало время одного из главных футболистов из мира ММА, неудержимого Вандерлея Сильвы. Это был 2004-й, и Ваня шел на пятилетней беспроигрышной серии, так что что-то мне подсказывает, что его сопернику Юки Кондо не поздоровится. Хотя японский ветеран, который дерется и по сей день, знает как бить именитых бойцов, Сэмми Шилд проиграл ему трижды, да и Фрэнк Шемрак с Гайем Метцгером тоже не дадут соврать. Начало боя, Сильва ведет огонь с обеих рук, затягивая Юки в мир Коди и разменов. На что японец отвечает взаимностью, он тоже не прочь устроить лютый замес. На третьей минуте все закончилось, Ваня уронил Юки, а затем последовала серия диких и очень точных стомпов. Этот нокаут был настолько крут, что даже заклятый друг Сильвы Рэмпейдж не удержался и поаплодировал стоя. Теперь остановимся на интригующем поединке двух японских прорестлеров и бойцов ММА. Кьёши Тамура против Минова Мэна, известного как убийца гигантов. Японцы не стали ходить вокруг да около и решили по-быстрому выяснить сильнейшего. Минова выбрасывал одиночные силовые удары и каждый раз напарывался на встречное колено от Тамуры. Это привело к тому, что его печень отказалась драться, а корпус скрутила. Тамура не стал жалеть коллегу прорестлера и зарядил ему пару смачных сокеров в голову. После чего Минова Мэн прилег и врачи отправились выполнять свою работу и приводить японца в чувство. Очень быстрая развязка, довольно яркая японской разборки и мы двигаемся дальше. Когда говорят о сокерах и стомпах, мы конечно же не можем не вспомнить про еще одного шута боксера Маурисия Хуа. Это был поединок против Хирамицу Канихары, который шел на великолепной серии из трех поражений подряд от Сильвы, Кракопа и Аверима. Так что для пополнения коллекции ему нужно было срочно отлететь и от Шогуна. Бой еще толком не начался, а Канихара уже старается проиграть малой кровью и отдать спину Шогуну. Но он встает на ноги, а вскоре пропускает первый стомп от бразильца. В этом бою Шогуна наносил всевозможные удары, которые только знал, в необходимых для нокаута пропорциях. Великолепный финиш от Мауисио, который закрывает сегодняшнюю подборку сокер-киков. В этот выпуск я включил поединки, которые даже не пришлось искать и о которых вспомнил прямо на ходу. Так что я предлагаю вам самим написать бои, которые вы хотели бы видеть во второй части нокаута в сокер-киками и самые лучшие там будут. Так что ставим лайки, пишем комментарии, ну и конечно же подписываемся на канал и не пропускаем вторую часть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!